Всем вечерние приветики, девочки и мальчики, друзья и подписчики. Сегодня не запланированно решила экспериментально выйти в эфир, вернее записать болталку вечером, так как уже рассказывала, что мы на отдыхе, и утренней дневной болталке, и непривычной записи на балконе у меня пока что не получится, так как назрела тема, которую не хочется уже откладывать в долгий ящик, так как я и так откладываю ее уже несколько недель. И просматривая некоторых блогеров, убеждаюсь все больше, что хотела бы затронуть эту неоднозначную тему. Что ж, не буду ходить вокруг, да около. Эта тема касается путей популярности на ютубе. Но я не стану брать традиционные и банальные темы и пути популярности. Они работали раньше, когда блогеры только начинали свою деятельность, и искренность и натуральность были интересны для нас. Ведь что может быть лучше, когда человек искренен и натурален, когда он показывает нам свою жизнь, наверное, это никогда не может наскучить. Хотя со временем мы видим, что как раз такие люди часто становятся, такие блогеры часто становятся скучными. Не правда ли? Многие считают уже, что интереснее фрики, интереснее что-то необычное. Ну, не блогер, который просто являет миру свои ежедневные события. Потому что все эти события рутинные, повторяемые. И лишь единицы людей, личности настолько интересны, что их каждый день можно рассматривать под микроскопом. А я хотела поговорить сейчас, если не о фриках, то еще об одной категории блогеров. Итак, я хочу поговорить о блогерах-поводырях или блогерах-обзорщиках, которые сами того не осознавая, или наоборот осознавая, но делая вид, что не осознают этого, становятся поводырями, либо возглавляют ту или иную группу людей в общем порыве, осуждая или наоборот аплодируя кому-то. И сегодня речь пойдет о мужчинах. Я не буду называть их имена и фамилии. В моем поле зрения находятся как минимум три блогера-мужчины, которые очень явно и ярко влияют на мозги публики. И публика этих мужчин, естественно, женщин. Еще хотелось бы уточнить, что в сегодняшнем разговоре будет много психологизмов или психологических моментов, но я не хочу заведомо употреблять какие-то термины, а буду говорить по возможности простыми словами. Простыми словами, это доступно мне и вам, и не стоит раскидываться здесь диагнозами. Это лишь мои наблюдения, подтвержденные некоторыми фактами. И я, как любой блогер или обзорщик, имею право на личное мнение. Итак, отдельная категория блогеров – импозантные мужчины-блогеры альтернативной или пограничной ориентации. Я буду использовать такие аккуратные термины, чтобы не вторгаться в какое-то личное пространство, так как это лишь предположение, и мы не можем утверждать ничего на 100%, что неизвестно нам. А мы общаемся только виртуально, поэтому любые наши знания положительные. Тем не менее, с большой долей вероятности, все это является правой. Вы спросите, почему меня вообще интересует ориентация блогера. Главное будет человек, который развлекал нас, я смотрю в кино, и его голос и слова услаждают мои ушки и лечат мой мозг, или просто его голос помогает мне заснуть. Меня действительно мало интересует ориентация любого человека в реале. Хочу добавить, что, живя в Европе и встречая часто в повседневной жизни мужчин и альтернативной ориентации, я не имею с ними никаких проблем. Зачастую с ними, наоборот, удобно и приятно иметь дело. Такие мужчины нередко культурные, приятные в общении, в обхождении. Нередко они лучшие стилисты в салонах, куда ты ходишь стричься, утонченные повара или имеют собственный бутик элегантных товаров. Некоторые из них распространяют косметику. Я встречала разные категории этих мужчин и могу прекрасно дружить с ними. До тех пор, пока дело не доходит до конкуренции. Вы спросите, в чем же конкуренция? Странно, где может пересекаться интерес женщины, обычной ориентации, традиционной женщины и такого мужчины. Догадайтесь сами. Ответ на этот вопрос прост. Конечно же, кроме сотрудничества и работы, мы пересекаемся с мужчинами альтернативной ориентации в МПО, в межполовых отношениях. По сути, мужчины альтернативной ориентации и женщины обычной ориентации конкурируют за одну и ту же целевую группу. За мальчиков, за мужчин. Вы спросите, абсолютно законно, какое это все имеет отношение к ютубу, к нашему увлечению, общению, дружбе, перемыванию костей блогерам. Но самое простое, так как все сферы жизни связаны, и то, что мы используем в постоянной жизни, в виртуальной жизни, затачивается, естественно, в реальной. И уже с багажом реальных знаний мы появляемся в этом виртуальном мирке, где каждый актер и каждый интересуется своей ролью. Я намеренно немного преувеличиваю и утрирую, но хочется сказать, что на пути поиска любви, партнера, дружбы, альтернативные мальчики и мужчины затачивают и возводят в совершенство ровно те качества, которые нужны и женщинам, и которыми обладают и женщины. Это флирт, игра, изменчивость, манипуляция, простая или сложная в зависимости от объекта и качества, уровня умений. Тут, как и у дам, от уровня развития, образования, наряду с этим от опыта. Преимущество таких мужчин перед среднеусловной женщиной – это все же нередко наличие мужского критического мышления. Понимаете, девочки? Этот мужчина обладает здоровой большой частью женственности, это мужчина-альтернативная ориентация, но вместе с тем нередко у некоторых из них остается все еще критическое мужское мышление. И когда такой визави, такой боец, такой виртуальный боец выходит сражаться с сонным дамм, с большим обществом дамм, без критического мышления, но увлеченных таким мужчиной, он будет оказываться непременным и постоянным победителем до тех пор, пока в среде дам не найдутся несколько личностей с наличием критического мышления. Я понимаю, что говорю сейчас сухо, поэтому можно перейти к некоторым живым примерам. Хороший живой пример – это когда такой альтернативный мужчина может разделить с нами, с дамами любые женские темы, фенечки, моду, диету, любовь, ведь он практически на одной волне с женщинами эмоционально, но когда придет время выносить оценку, нередко женщина, дама, девочка выносит и оценку эмоционально, но мужчина даже в альтернативной ориентации здесь сделает ход конем и вынесет оценку, основываясь на своем логическом, критическом мышлении. То есть он будет хлесток и зол, комментируя женщину, которая не так идеальна, неправильна. Он будет хлесток и зол, он найдет нужные эпитеты, слова, он выразит это красиво, и он оденет это в красивую рамку, он преподнесет это на прекрасном тонком блюдце. И общество дам, которые любят этот талант, быть женственным и в то же время иметь элемент мужественности, пойдут за ним охотно. Они не будут разбираться, почему этот мужчина настолько владеет их умами. Дамы часто будут говорить, мне нравится ваш голос, ваше развитие, ваш артистизм, ваша театральность. И, к сожалению, не обладая тем самым нужным критическим мышлением, дамы не будут думать, какую информацию на самом деле, какую подоплеку несет такой очаровательный мужчина. И так, попадая в такую благоприятную, уже подготовленную женскую среду, используя свои высшие умения, талантливого повара или дирижера, такой умелец, мужчина альтернативной ориентации, накормит нужным блюдом или исполнит нужную увертюру для такого женского общества. И женское общество будет счастливо, оно будет рукоплескать. Умелый повар накормит каждого интересующегося голодного клиента. И меня все бы устроило, многое устроило бы в этой подаче. Не будь аппетитное и популярное блюдо, возможно, вредным и приготовленным из сомнительных ингредиентов. Знаете, я столкнулась в жизни с таким интересным наблюдением, что часто самая некачественная, либо дешевая конфета завернута в очень увлекательную бумажку. Знаете, такую шелестящую обертку со звездами, небом, радугой, чем-то красивым и шелестящим. Хочется задать себе вопрос, когда производитель потратил так много внимания и средств на изготовление пустышки-обложки, не лучше ли было вложиться в качество конфеты? Что ж, в сегодняшней моей болталке слишком много аллегории и хаоса. Я, конечно, не готовилась к ней, просто эмоционально хотелось что-то сказать на данную тему. Я давно наблюдаю эту тему. Тем не менее, три мужчины-блогера альтернативной ориентации находятся уже давно в моем поле зрения. И я наблюдаю, с каким удовольствием дамы-зрительницы создают для них некий пьедестал и буквально молятся на них. Является ли это замещением чего-то недостающего в личной реальной жизни? Или просто дамам нравится создавать себе кумира, не вдаваясь в подробности и в серьезность или в отсутствие серьезности этих блогеров? Ведь именно этим блогерам-мужчинам они готовы нести донаты. Но в то же время женщин-блогеров, которые просят донаты, они будут осуждать и говорить «Пойди поработай физически, ты никогда не работала». Чего никогда не скажут такому мужчине, который услаждает их ушки и лечит их центры наслаждения. Что ж, вероятно, нет ничего ужасного в том, что многие дамы любят избирать себе кумира, даже находясь на этой виртуальной развлекательной площадке, куда приходят потроллить, позубоскалить. Но тогда не стоит говорить, что мы сами имеем собственное мнение. Ведь готовое мнение вкладывается в наши мозги, когда не мы сами смотрим или слушаем блогера, а собственную оценку, обернутую в любую бумажку на выбор, несет нам обзорщик, которому рука плещет за то, что он говорит красиво и льет приятные розовые массы в наши ушки. Мне хотелось бы быть всегда на позитиве, рассказывать о путешествиях, картинах, галереях, местах, где мы были, но тем не менее некоторые вопиющие вещи не дают мне покоя уже долгое время. И я, как и каждый, имею право, черт побери, на собственное мнение. Спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, пусть они будут культурными, и я отвечу вам культурно. Остальные я пропущу мимо своего взгляда. Пока-пока. До следующих встреч. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо.